Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа новости. Студитель Язини. Здравствуйте. 8 мая основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмма Мали Рахмон, с рабочим визитом прибыл в город Москву Российской Федерации. В аэропорту Внуково-2 города Москвы президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмма Мали Рахмона, тепло и искренне встретили высокопоставленные представители Российской Федерации. Сегодня 9 мая основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмма Мали Рахмон, прибыл в Кремлевский дворец для участия в торжественных мероприятиях в честь праздника 79-й годовщины Победы. Высокопоставленного гостя в Кремлевском дворце тепло и искренне встретил президент Российской Федерации, уважаемый Владимир Путин. Затем состоялось совместное фотографирование глав государств Содружества независимых государств, которые прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь празднования Победы и неформальной встречи глав государств СНГ. В главном центре проведения торжественных мероприятий Красной площади состоялся военный парад в честь 79-й годовщины Победы, в котором приняло участие большое количество военнослужащих. После завершения военного парада на Красной площади президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмма Мали Рахмон и главы государств, участники торжественных мероприятий, возложили венок к памятнику независимому солдату и почтили память жертв войны. Из Таджикистана на войну отправились более 300 тысяч человек, из них более 100 тысяч погибли в боях. 64 человека из числа храбрых таджикских сыновей за выдающиеся подвиги и самоотверженность удостойны высшего звания Героя Советского Союза. Они сносят мемориалы истинным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В республике Таджикистан были возложены венки. Победа на поле битвы была одержана именно благодаря мужественной борьбе, героизму и самоотверженности, в том числе храбрости сыновей Таджикистана во имя защиты Родины. Трагические уроки Второй мировой войны предупреждают человечество о том, что мир, спокойствие, независимость и свобода являются основополагающим фактором для счастливой жизни. Каждый человек должен внести достойный вклад в защиту этого бесценного дара и защиту Родины. Субтитры создавал DimaTorzok Таджикистан Таджикистан – страна глобальных водных инициатив. В популярных изданиях Пакистана на английском и урду опубликованы статьи под общим названием «Республика Таджикистан является флагманом в области водных инициатив», посвященные глобальным инициативам основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмумали Рахмона в области водных ресурсов. Тему продолжит Шахло Бердива. Республика Таджикистан является флагманом в области водных инициатив. Под таким общим названием в популярных изданиях Пакистана на английском и урду опубликованы статьи, посвященные глобальным инициативам основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмумали Рахмона в области водных ресурсов. В статьях прокомментированы пять глобальных инициатив президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Международный год чистой воды 2003, международное десятилетие действий вода для жизни 2005-2015, международный год водного сотрудничества 2013, международное десятилетие действий вода для устойчивого развития 2018-2028 годы. И объявление 2025 года международным годом сохранения ледников. В издании подчеркивается огромное значение этих водных инициатив в решении мировых водных проблем. В обобщении статей отмечено, что инициативы президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмумали Рахмона, в области водных ресурсов направлены прежде всего на укрепление сотрудничества и регулирование отношений в этой жизненно важной сфере. Прививают новый взгляд на использование водных ресурсов в регионе и мире и прокладывают путь к достижению целей устойчивого развития. Отметим, что в июне текущего года в рамках душамбинского водного процесса в столице Таджикистана состоится третья международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий вода для устойчивого развития 2018-2028 годы. Ранее в Душамбе успешно проведены две душамбинские конференции по водному десятилетию действий в 2018-2028 годах. В рамках третьей душамбинской конференции по водному десятилетию действий правительства Таджикистана нацелена обеспечить платформу для отслеживания и продвижения итогов конференции ООН по водным ресурсам 2023 года. Душамбинский водный процесс – платформа для политического диалога, партнерства и действий. 25 мая – Всемирный день футбола. Сегодня Таджикистан известен и признан в мире как государство, в котором народ любит и почитает спорт, а также выступает как инициатор масштабных проектов, популяризирующих спорт. Инициатива президента Ассоциации футбола Центральной Азии, президента Федерации футбола Таджикистана, председателя Маджрисе Мили Маджрисе Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Мумали об объявлении Всемирного дня футбола широко пропагандируется в средствах массовой информации Швейцарии, а также в популярных изданиях Пакистана на английском и Урду. Статьи опубликованы под заголовком «Всемирный день футбола». Поддержана следующая мировая инициатива Таджикистана. Инициатива президента Ассоциации футбола Центральной Азии, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустами Мумали об объявлении Всемирного дня футбола широко пропагандируется в мировых средствах массовой информации. В популярных изданиях Пакистана об этом напечатано на английском и Урду, а также печатные и электронные издания Швейцарии опубликовали эту информацию. Статьи опубликованы под заголовком «Всемирный день футбола». Поддержана следующая мировая инициатива Таджикистана. Напомним, что 7 мая Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола, предложенную президентом Центральной Азиатской футбольной ассоциации, президентом Федерации футбола Таджикистана, уважаемым Рустами Мумали. В данной резолюции подчеркивается важность проведения крупных международных спортивных мероприятий в духе мира, взаимопонимания, международного сотрудничества, дружбы и толерантности и без какой-либо дискриминации. Таким образом, международное сообщество единогласно приняло инициативу президента Центральной Азиатской футбольной ассоциации, президента Федерации футбола Таджикистана, председателя Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе Рустами Мумали об объявлении 25 мая Всемирным днём футбола. За годы независимости, наряду с другими городами и районами страны, столица Таджикистана, город Душанбе, значительно преобразился, стал более комфортным и современным. Дальновидная политика руководства города Душанбе обеспечила наилучшие результаты в развитии ключевых областей, в том числе в сфере промышленности. Промышленность, которая является одним из важнейших секторов, влияющих на развитие национальной экономики, удовлетворяя потребности населения в основных товарах, создавая новые рабочие места и, самое главное, повышая уровень жизни населения, находится в центре политики руководства города Душанбе. Наша столица на сегодняшний день – это динамично развивающийся промышленный город, в котором функционирует около 800 промышленных предприятий. Душанбе фактически является передовым населённым пунктом в реализации стратегической цели ускоренной индустриализации страны, и в этом направлении администрация города постоянно принимает эффективные меры. Только за последние семь лет по инициативе и указанию лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмамали Рахмона, и в результате образцовой деятельности председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмамали, было построено и введено в эксплуатацию 90 новых заводов и промышленных предприятий с более чем 10 тысячами новых рабочих мест. Из них – предприятия по производству текстильной продукции, кожи, обуви и пошиву одежды, а также по производству строительных материалов, по обработке камня, по производству мебели и электротехнического оборудования, по производству кондитерских изделий, мясной и молочной продукции и многие другие. На предприятиях производится качественная и доступная конкурентноспособная продукция. За последние несколько лет перечень продукции, производимой тушанбинскими предприятиями, включая строительные материалы, текстильные изделия, продукты питания и многое другое, стал намного шире и наряду с удовлетворением потребностей населения страны, отечественная продукция также идет на экспорт. Зумрад Файзиева, Дельшоди Хужбак, Новости. Уважаемые телезрители, это были все главные новости, подготовленные к этому часу нашими коллегами. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Дельшоди Хужбак, Новости.